Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 84. Насчитывается новый завет с толкованием блаженного феофилакта и с комментариями, считает Колесников Никита. Первое послание к писалоникийцам, 4 глава, 15 стих. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Толкование. Намереваясь сказать нечто необычайное, удостоверяет в этом Словом Божиим. Ибо не от себя говорю, но чему научился от Христа. Это, как и следующее, блажение давать, нежели принимать. Деяние 20.35. Он ясно слышал от своего Учителя. Большую букву. Прочие же он вещал по внушению духа. Что говорил в послании к Коринфянам? Вдруг, во мгновение ока, 1 Коринфянам 15.52. Это говорит и теперь. Так как казалось трудным, чтобы воскресли те, которые истлели, то он говорит, что живущие не предварят их, но для Бога легко привести как оставшихся целыми, так и истлевших. Говоря «мы живущие» не на себя указывает, ибо не имел оставаться в живых до всеобщего воскресения, но на верных, поэтому и прибавил оставшиеся до пришествия Господня. Ибо говоря «мы» указывает на всех, имеющих дожить до того времени. «Но святой Мефодий подживущими разумеет души, уча так, что души не явятся прежде тел, потому что прежде пробудятся тела, чтобы с ними соединились души, о которых апостол и сказал, что они останутся в живых, ибо души бессмертны». 1 Фессалоникийцам 4.16 «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела на трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Толкование. «Ты, — говорит, — не сомневаешься в том, что я говорю, и сам Господь повелит это». Как же повелит? Во гласе Архангела, который начальствует над другими ангелами, и взывает, «Готовьте всех, ибо судья предстоит. Много будет труб, но судья сойдет при звуке последней. Как у отца на Синайской горе были трубы, и ангелы, служившие ему, так и сын будет иметь это как царь». Или повеление Божие сделает то, что земля возвратит тела, изменившиеся в нетление. А глас Архангела в сослужении ангелов совершит то, что повсюду рассеянные, соберутся в одно. «Мертвые во Христе, то есть верные. Так как они должны быть восхищены на облаках, то и воскреснут первыми. Остальные последними. Так как они не имеют ни быть восхищенными, ни встречать». 1 Фессалоникийцам 4.17 «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Толкование. «Хотя мертвые восстанут первыми, однако и мы, живущие, конечно, достойные. Подобно им, будем восхищены на облаках, как и Господа подъяло облако. Если Господь имеет сойти, то для чего будут восхищены верующие? Чести ради. Ибо как когда царь въезжает в город, почетные граждане выходят к нему на встречу, а преступники внутри ожидают судью. Так и тогда будет. Грешники, хотя бы они были и христиане, ожидают внизу, а праведники восхищаются и таким образом получают благо во всем и обилии, всегда пребывая со Христом». 1 Фессалоникийцам 4.18 «Итак, утешайте друг друга сими словами», толкование, «чтобы не скорбеть, подобно прочим, не имеющим надежды на воскресенье». 1 Фессалоникийцам 5.1 «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья». Толкование. «Излишне и бесполезно знать времена и сроки конца». Деяние 1.7 «Даже и апостолам Господь не открыл этого, когда они, подойдя, спрашивали его. Но Павел из незреченных слов 2 Коринфянам 12.4 «Может быть, мог знать и об этом». 1 Фессалоникийцам 5.2 «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Толкование. «Под днем Господнем нужно разуметь как общую кончину, так и частную кончину каждого. Ибо и это последнее неизвестно, когда наступит для каждого. И это полезно для нас по многим причинам. Во-первых, потому что, если бы человек знал свой последний час, то он стал бы беспрерывно совершать всякий грех. А потом, к концу жизни, вступил бы к купели. Во-вторых, потому что многие, если бы узнали, что завтра умрут, причинили бы своим врагам бесчисленные бедствия или просто с отчаяния или из желания насытиться кровью врагов своих, чего теперь не бывает, благодаря тому, что их удерживает страх смерти и любовь к жизни. Кроме того, люди, привязанные к жизни, могли бы умереть от печали, если бы узнали роковой час своей смерти. Наконец, и праведники, подвергаясь опасностям, не заслуживали бы такой награды, потому что, казалось бы, что так как они знают, что умрут не теперь, а после стольких-то лет, то поэтому и не щадят себя. Ныне же, когда неизвестно, перенесут ли они опасности, а тем не менее они не щадят себя. Добродетель их, несомненно. Подобно, как и три отрока еврейских, потому больше заслуживает удивления, что они, не зная точно, спасутся ли от огня, все-таки не поклонились идолу. Даниилу 3, 24. Итак, кончина наша, как тать ночью. Вы знаете об этом, фессалоникийцы, из того, что сказал Господь. Не знаете, в который час Господь ваш приидет. Евангелие от Матфея, 24, 42. 1 Фессалоникийцам, 5, 3. Ибо, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего чреве и не избегнут толкования. Так как оскорбляющие фессалоникийцев проводили жизнь в удовольствиях, то апостол утешает теперь верующих, говоря, не думайте, что они избегнут наказания, придет и им погибель, неожиданная погибель, тяжелая и заключающая в себе много горести, подобно мукам рождающей женщины. Но если придет Илья и Антихрист, почему же Павел говорит теперь, что погибель застанет их внезапно? Потому что Антихрист и Илья знамение общей кончины. Пришествия же Христова еще нет, оно будет внезапно и неизвестно когда. Обрати внимание на сравнение с муками рождения, ибо и там женщина знает, что она родит, но когда именно, этого еще не знает. А того многие женщины, ничего не предвидя, рождали и через 7 месяцев, и в дорогах. И как они, играя и смеясь, внезапно подвергаются невыразимым мукам, так и души тех, которые ныне проводят жизнь в забавах, с наступлением того дня никак не избегнут мучения. 1 Фессалоникийцам 5.4 Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Толкование. То есть, вы не ведетесь темной и нечистой жизни. Итак, что же, уже ли кончина не настанет для них неожиданно, хотя бы они и не были нечисты, настанет неожиданно, но не принесет им никакой скорби, ибо и вор не может сделать никакого вреда бодрствующим и имеющим свет, хотя бы и успел войти к ним. Напротив, находящихся во тьме и спящих, он обирает совершенно и уходит. 1 Фессалоникийцам 5.5 Ибо все вы, сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи и не тьмы. Толкование. Как сынами гиены называются делающие достойные гиены, и сынами противление непослушное, так сынами света и дня называются те, которые делают дела света. Мы не сыны ночи и не тьмы, то есть греха. 1 Фессалоникийцам 5.6 Итак, не будем спать, как и прочее, но будем бодрствовать и трезвиться. Толкование. То есть не будем не родить о добрых делах. Усиление бодрствования есть трезвенность, ибо можно бодрствовать, но не быть трезвенным. Поэтому апостол как бы говорит, будем делать добрые дела трезвенно и внимательно. 1 Фессалоникийцам 5.7 Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Толкование. Спящими называют здесь апостол во зле пребывающих, как неподвижных на добродетель и погруженных в мечтательные прелести. Таковы действительно дела настоящей жизни, нисколько не отличающиеся от сонных мечтаний. Далее, опьянением называют не одно опьянение от вина, но и от всяких страстей, как выводящие человека из обыкновенного состояния и омрачающие владычественные души, то есть ум. Итак, вам не следует быть таковыми, ибо вы не сыны ночи и тьмы, а сыны дня, через крещение и восприятие иго заповедей божиих. 1 Фессалоникийцам 5.8 Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Толкование. Недостаточно бодрствовать и трезвиться, следует и быть вооруженным, ибо кто бодр и трезв, но не имеет оружия, то вот тотчас могут одолеть разбойники. Сказав в броню веры и любви, апостол указал этим на догматы и праведную жизнь, что собственно и значит трезвиться. И следует не просто иметь это, но как броню, ибо броню ничто не может скоро пресечь. Напротив, она составляет нечто вроде оплота для груди, и ни одна из раскаленных стрел дьявола не коснется вас. Как шлем закрывает самую важнейшую у нас часть голову, спасает и сохраняет ее, так и упование оберегает ум и спасает его, не попуская ничему извне упасть в него. Обрати внимание на указанное им в другом месте, 1 Коринфянам 13,13 веру, надежду и любовь, сие три, которые он теперь заповедует приобретать. 1 Фессалоникийцам 5,9,10 Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем или спим жили вместе с Ним. Толкование «Потому, говорит, должно приобретать это оружие, что не положил нас Бог в гнев, то есть не на то определил, чтобы мы гнев его несли, но чтобы приобрести нас себе и спасти, дав за нас Сына Своего на смерть». Итак, мы должны ожидать в опасностях всего полезного великого, ибо если мы веруем, что Он не пощадил за нас Своего Сына, то будем надеяться, что Он и тем скорее избавит нас от этих опасностей. Будем же иметь пред собой этот пример и возлюбим как Его, так и ближних. Для того говорит умер Христос, чтобы бодрствуем ли мы, то есть живем или спим, то есть умираем, жили вместе с Ним. Иной сон апостол разумел выше, и иной разумеет здесь. То, что здесь Он говорит, имеет такой смысл. Не бойтесь телесных опасностей, не бойтесь и смерти, если мы и умрем, то будем живы, ибо жив тот, кто так возлюбил нас, что умер за нас. 1 Фессалоникийцам 5.11 Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Толкование. Видишь? Так что же отговариваешься? Я не учитель. Увещевайте друг друга, так как учители не имеют возможности научить всех. 1 Фессалоникийцам 5.12 Просим Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас. Толкование. Так как сказал увещевайте друг друга, то чтобы они не заключили, что их самих возводит он в достоинство учителей, и чтобы не восстали против учителей, говорит, если я вам и поручил назидание друг друга, все-таки убеждаю, чтобы вы относились к ним с честью, ибо учители принуждены переносить много трудностей, которые честь для них конечно несколько облегчат. Если ты почитаешь тех, кто предстательствует за тебя пред человеком, то во сколько раз больше ты должен изъявлять полную признательность предстательствующим за тебя пред Богом в Господе, то есть не в мирских вещах предстательствует он, а в духовных, которые в Господе, молит за тебя, возрождает тебя через крещение, наблюдает за тобой, вразумляет и врачует тебя в полночь, если позовешь идет, видишь, как он предстательствует о тебе. 1 Фессалоникийцам 5.13 И почитать их преимущественно с любовью заделая их, будьте в мире между собою. Толкование. Не просто сказал любите, но преимущественно, как дети родителей, ибо кто любит Христа, тот будет любить и служителя его, каков бы он ни был, потому что через него он сподобился страшных тайн. Если ты взял честную жену, то не уважаешь ли ты и не любишь ли того, кто доставил тебе ее. Ты получил царство небесное и гнушаешься того, кто доставил его. Внимай Павлу, заделай их, говорит он, любите их. Пишет еще с ними, то есть с учителями, ибо он знал возможность зарождения неудовольствий против них. Так как они обличают и удерживают их от дурного, то и бывают ненавидимы. Поэтому должно быть в мире с ними и притом не по внешнему виду, но в себе самих. Первое Фессалоникийцам 5.14 Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долгитерпеливы ко всем. Алковане, здесь апостол обращается к учителям, не со строгостью говорит, или с надменностью делайте выговоры, но с кротостью вразумляйте, ибо придя в отчаяние, человек становится более дерзким, когда делает ему строгий выговор. Бесчинные же те, которые поступают против того, что определено Богом. Бог каждому определил свой чин, приступающий его есть бесчинник, пьяница, ругатель, корыстолюбец, и все согрешающие живут бесчинно. Молодушен тот, кто не переносит искушения. Он именно и есть посеянный на камне. Матфея 13.5 Таким образом, и он нуждается в поддержке, то есть поддерживайте слабых вери, как и в другом месте говорит, немощного вери принимайте. Римлянам 14.1 Будьте долготерпеливы ко всем, и к бесчинным, и малодушным, и слабым, ибо это самое приличное средство для учителя, могущее обратить всех, даже самых грубых. 1 Фессалоникийцам 5.15 Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Толкование. Если не должно воздавать злом за зло, то тем более злом за добро, или начинать делать зло и вредить тому, кто ничем не повредил. недостаточно того, чтобы не платить злом за зло, нужно, говорит, отплатить за себя добром тому, кто причинил зло. Этому именно учит апостол, когда говорит ищите добра, то есть усиленно старайтесь делать добро, как по отношению друг к другу, то есть к верным, так и по отношению ко всем, то есть и к неверным. 1 Фессалоникийцам 5.16 Всегда радуйтесь, толкование, хотя бы вы впали в искушение. Смотри, после того, как он сказал, что не должно воздавать злом за зло, дальше он повелевает радоваться. Если человек воспитан так, что никому не мстит за себя, напротив, даже благодетельствует человеку, причинившему печаль, то откуда же может проникнуть в него жало скорби? 1 Фессалоникийцам 5.17 «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Апостол показал путь постоянной радости к непрестанной молитве и благодарению. Ибо кто привык обращаться к Богу и благодарит Его за все, что послужило на пользу, очевидно, тот будет иметь постоянную радость. Как же будешь всегда благодарить, если сознаешь, что в том воля Божия, чтобы всегда тебе быть благодарным к Нему, как всегдашнему благодетелю и Христе и Иисусе, то есть через содействие Господа Иисуса, ибо и Он Сам содействует нам в том, чтобы быть благодарными. Он научил нас делать то, чему мы научились из Евангелия». 1 Фессалоникийцам 5.19.20 «Духа не угощайте, пророчества не уничижайте». Толкование. Так как нынешняя жизнь есть ночь, то Бог дал нам ясный светильник Духа Святого. Но этот светильник одни сделали более ярким, как все святые, а другие погасили, как пять дев, которые оставили его без зелея, как римский блудник, который влил в него нечистоту. Посему сказал «Духа не угощайте, то есть дара, запирайте двери, то есть чувства, чтобы не вошел дух лукавства и не погас бы светильник. Не приносите земных забот, и светильник останется неугасимым». Или так можно понимать, были у них пророки божии и лже пророки, так как неизвестно было, кто истинный пророк, то они отвращались от всех. Поэтому апостол и говорит им «Духа», то есть дара в истинных пророках, «Не угощайте отвращением, как от лжепророков, и не презирайте пророчеств от Святого Духа». Более тут подходит «В себе не угощайте». О другом речь идет здесь. В себе. А как говорит, когда ветер попадает в отверстие, златоуст говорит, «Ты чтобы не затушила огонек, затыкай пальцем, когда идет человек, от внешней среды отойди от этого». А так раскрыл рот, сатана уже нагнал столько, что хочешь, что угодно будет тебе диктовать. И человека сдвинуть никак нельзя, почему? Он блокирован. И это апостол говорит «Дух угас, все, дальше уже дьявол делает, что хочет». Это явление, это не сегодняшнее. Это один из грехов, здесь не угошайте, перечисляет и противление Духа Святого, и последний, четвертый грех, это хула на Духа Святого. Так. Противление, угошение, хула и четвертое какое еще? Хула это четвертое, там противление, противление. Ну что-то там третье, третье еще противитесь, угошает. Ну ладно. Там встречается где-то 1 Фессалоникийцам 5.21 Все испытывайте, хорошего держитесь. Полкование. Итак, что же, неужели нам принимать и лжепророков? Нет, говорит, но все испытывайте, то есть и ложное, и истинное с испытанием разбирайте, и потом пророчества, оказавшиеся добрыми, принимайте, то есть почитайте их за истинные и имейте во внимании. 1 Фессалоникийцам 5.22 Удерживайтесь от всякого рода зла толкования, не только от того или другого, но просто от всякого, от ложного пророка и от греха. 1 Фессалоникийцам 5.23 Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Толкование душа и тело тогда будут непорочны, если дух в нас будет сиять. Григорий Ниски говорит, так как человек состоит из всякого вида душ, души физической, чувственной и разумной, то апостол словом дух обозначил разумную часть, душа чувственную, тело физическую жизнь в нас. И так он молится о том, чтобы все они во всем сохранились непорочными, во всем благоугодными Богу. 1 Фессалоникийцам 5.24 Верен призывающий вас, который и сотворит сие толкование. Посмотри, какое смирение! После того, как он произнес за них молитву, говорит, не подумайте, что вы будете спасены по моим молитвам, но по благости призывавшего вас Бога. Ибо если он призвал ко спасению, а он верен, то есть истинен, то непременно сделает по воле своей и спасет. 1 Фессалоникийцам 5.25 Братья, молитесь о нас! Толкование, обрати внимание на смирение. И Павел просил их молитв. Приветствуйте всех братьев лапзанием святым! Толкование, так как он, будучи в отсутствии, не мог приветствовать их лапзанием собственных уст, кто желает приветствовать через других, как и мы говорим, поцелуй за меня, такого-то. А так как бывает и лукавое целование, как целование Иуды, то он говорит лапзанием святым. 1 Фессалоникийцам 5.27 Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям. Толкование. Не столько ради наставления, сколько ради того, чтобы побеседовать с ними через послание. Доказательство горячей любви. Заклинаю же для того, чтобы, если не уважать его, то, по крайней мере, ради клятвы исполнили бы то, что было им заповедано. Так страшны были для древних христиан заклинания. Но, увы, не таковы они ныне, не таковы они для нас. 1 Фессалоникийцам он даровал даровал нам. Итак, постарайтесь привлечь в себе обильнейшую благодать, живя достойно того, что уже даровано вам. Сия же благодать дохранит и нас от всякого пути неправого. Доживем во славу Отца и Сына и Святого Духа. Ему подобает всякая слава во веки. Аминь. Второе послание к фессалоникийцам апостола Павла. Прочитаю вот здесь. Тут вставка во втором издании. Так, кавычки открыты. У нас от того, что нет никого совершенно здорового в вере, но все больны, одни более, другие менее, никто не в состоянии пособить лежащим. Так, если бы кто со стороны пришел к нам и хорошо узнал из заповеди Христовы, и расстройства нашей жизни, то не знаю, каких бы еще мог он представить себе других врагов Христа хуже нас. Потому что мы имеем такую... Идем. Потому что мы идем такую дорогою, как будто решились идти против заповеди его. Кавычки закрыты. Иоанн Златоуст. Человек, который познакомился с Евангелем, жил где-то отдельно в горах, а потом сошел. Но и он увидит люди так, живут совершенно не по Евангелию. И вот сегодня спрашивает меня о разных людях, а как вы об этом думаете, как об этом. И не зачем о ком-то думать-то. Но он делает, если не так, тем более, если это священник. Ему же отвечать за это придется. Он говорит, ну пусть посмотрят, какие люди. И мне говорят, он говорит, а сам крестит, а вот так вот куда-то руку под мышку сует, будто пуговки чистит. Но можем совершить правильное крестное знамение и правильно-то поклониться. Решились идти против заповедей его. Притом, это не один священник или кто-то, и патриарх все время крестит, а руку куда-то вот сюда сует. Первое время президент крестился правильно, развратили его. Сейчас крестит так же, как они. Я его в пример даже не могу ставить. Итак, второе послание к фессалоникийцам апостола Павла, стих первый. Павел и Силуан и Тимофей в фессалоникской церкви в Боге Отце Нашем и Господе и Иисусе Христе толкование и в первом передании такое же начало. Поэтому все, что сказано нами, там приложить сюда. Первое фессалоникийцам 1.2 Благодать ум и мир от Бога Отца Нашего и Господа Иисуса Христа. Толкование Когда кого Бог облагодетельствует, тогда для такого ничего не бывает невыносимого, а все легко переносится и проходит. Почему апостол Павел, зная, сколь великая благо в жизни есть благодать, ее желает фессалоникийцам молитвенно, ибо если она будет с ними, то они не только не будут чувствовать тяготы искушений, но еще и наслаждаться миром Божиим, пребудут в них смущены и покойны. Напоминает он им о благодати Божией еще для того, чтобы, если и привнедут к ним искушения, они, вспомнив о благодати, которой спасены, утешились и подкрепившись в духе, прежде полученными многоценными благами, не отчаивались при встрече искушений и лишений малозначительных. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok